Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса. Будьте благословены там, где вы находитесь. Пусть Бог всегда будет рядом с вами, и пусть Он помогает вам. Пусть в каждом мгновении вы будете ощущать нужду. Иногда мы думаем, что мы нуждаемся в Боге в трудные моменты. А вот чтобы встать с постели, чтобы вдохнуть, даже в туалет ходить, для этого мне не нужен Бог. Слушай, бывают такие моменты, что ты молишься, что Боже, помоги. Мы должны понимать, что мы полностью зависим от Бога. Иногда нам кажется, что мы зависим, иногда кажется, да я и сам могу. Забудь об этом, сам могу. Всегда уповай на Господа. Всегда уповай на Господа. Аллилуйя. Итак, тема проповеди будет называться «Духовный фокус». Фокус — это концентрированное внимание. То есть я на что-то внимательно смотрю. Когда парень влюбляется в девушку, слушайте, он не смотрит поверхностно, он смотрит внимательно. Потом он отвернулся. Потом он так еще внимательно смотрит. Потом опять смотрит внимательно. Знаете, он не смотрит рассеянно. Он начинает изучать этого человека. Вот так же и мы. Когда мы приходим к Господу, мы должны внимательно смотреть. Давайте вспомним сотника, которым восхищался Иисус. Знаете, что сотник был очень, во-первых, он был военным человеком. И он оказался очень умным, мудрым человеком. Почему? Потому что люди просто смотрели, о, Иисус творит чудеса. О, сегодня в наш город приехал фокусник. Сегодня он будет творить чудеса. О, пойдемте посмотрим. Еще и покормит нас. Знаете, что у сотника он все свое внимание, он же и знал психологию людей. Он изучал людей. Он отдавал людей на распятие. Он многое в своей жизни видел. И здесь он встречает Иисуса Христа. Этот объект для него был незнаком. Эту личность он никогда раньше не знал. И он начинает изучать. И он начинает видеть, что этот человек особенный, он необычный человек. И вы знаете, что? Он к Иисусу подошел и сказал такие слова, которые удивили Иисуса, после которых Иисус сказал, я такой веры не нашел во всем Израиле. Представьте, во всем Израиле я не нашел такой веры. Иисус всегда ищет веру в людях. Только это является основанием для ответа в жизнь человека. Если мы хотим видеть ответ, нам нужна вера. Если у нас нет веры, это проблема наша. Это проблема нашего, знаете, непослушания. Это проблема нашей невнимательности. Это просто наша проблема. Нашего невежества. И вы знаете, что? Сотник сказал Иисусу, пожалуйста, у меня слуга болеет. Он в горячке. Иисус говорит, помоги мне. Иисус говорит, я приду и исцелю его. А сотник говорит, не надо ходить к нему. Ты скажи только слово. Ты скажи. Даже на расстоянии. Сотник находится, ой, этот слуга мой находится далеко отсюда. Ну ты просто слово скажи. Просто слово. Просто скажи свое слово. И выздоровеет мой слуга. Вы знаете, что Иисус? Иисус, если так вот сказать, Он взорвался просто от эмоций. Он взорвался от радости, потому что такой веры в слово Бога, Он еще такой не видел. А почему? Сотник дошел до этой кондиции. Почему? Потому что он был внимательный. Потому что он фокусировался на слове Иисуса. Он фокусировался на Иисусе. Он больше ничего не видел. Когда он встретил Иисуса, Он продолжал смотреть. Он продолжал смотреть за движением Иисуса. Он продолжал смотреть за Его словами. Он продолжал смотреть за результатами, за происходящим. Он начал анализировать. Так, Иисус говорит, происходит. Иисус говорит, происходит. Иисус говорит, происходит. Иисус что-то говорит, это происходит. И Он понял, Он дошел до истины. И Он Иисусу сказал, что Я человек не чистый. И я не достоин, чтобы ты вошел ко мне в дом. Я грешный человек. Я виновен в пролитии крови. То есть он участник. Он не то, что виновен, это его работа была. Но он сказал Иисусу, пожалуйста, я прошу тебя, ответь мне, помоги мне. Иисус говорит, иди, слуга твой здоров. Вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя, Иисус часто говорил. Почему у сотника была такая вера? Почему Иисус говорит обо всем Израиле, что я нигде такой веры больше не видел? Потому что люди ходили с рассеянным вниманием. Они просто смотрели, разговаривали. У них было несерьезное отношение к слову, несерьезное отношение к чудесам. Они просто радовались. Иисус среди нас, такой замечательный человек, который помогает нам, исцеляет нас. Они рассказывали, но они не могли понять, как все действует. А этот человек, он посвятил свое время, свое внимание, всю свою концентрацию, он посвятил этой личности. Он стал смотреть, он стал изучать, он стал анализировать. Вот что такое фокус. Когда ты концентрируешься на чем-то одном. Знаете, что, когда выходит корабль из порта и плывет в другую страну, у него есть определенный фокус, куда он должен приплыть. Ты выплываешь, например, из Сталина, плывешь в Хельсинки, у тебя есть направление, у тебя есть фокус. Ты знаешь, куда плыть. А навигатор четко показывает туда, не туда, не туда, 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 именно туда. Ты можешь не видеть берег, но плыви туда, там, там ответ, там, там страна, куда тебе надо. Нам нужно наше внимание, потому что дьявол, враг наш, работает с нашим вниманием. Он пытается наше внимание завлечь. Вот почему столько много всего красочного в этом мире. Вот почему столько всего происходит. Вот почему столько развлекательных программ по телевидению, по вашему телевидению дома. Вот именно почему. Чтобы занять ваше внимание. Вот почему вы смотрите эти передачи, эти новости, эти сплетни, эту туфту и эту чушь. Извиняюсь за выражение. Это просто унитаз. Вы позволяете быть унитазом для дьявола. Извините, что так прямо, но это так в духовном мире и выглядит. Что все отбросы, все ненужное, все, что мерзость перед Богом, вы все позволяете входить через глаза, через уши, в ваше сердце, в вашу душу. И потом многие удивляются, почему Бог не отвечает на молитвы, почему так сегодня не видно славы Божьей. Потому что ты на него вообще не смотришь. Его нет в твоем фокусе. Его нет в твоем расписании. Просто задумайся. Завтра будет понедельник. Сейчас воскресенье. Сейчас ты еще как-то занят Богом. Когда наступит понедельник, просто проанализируй честно свой распорядок дня. Где Господу Иисусу Христу будет там место? Где? За столом? На одну секунду? Или где еще? Послушайте, если мы хотим видеть свою жизнь успешной, счастливой, нам нужно фокусироваться на чем-то одном. Враг фокуса. У фокуса всегда есть враги. Это неправильный объект. Это вещи, куда я смотрю, на те вещи, на которые я не должен смотреть. И именно это является убийцей и врагом моей личной жизни, моей судьбы, моего призвания. Вы скажете, да просто я посмотрел. Нет. Ты сейчас умер. Ты не хочешь молиться. Ты не хочешь ходить на собрания. Ты считаешь, что собрания для тебя не важны. Для тебя другие собрания более важны. Почему? Ты перестал смотреть на Иисуса Христа. У тебя появилась большая проблема, о которой ты не догадываешься. Петр, смотря на Иисуса, мог идти по воде. Давид, взирая на Бога и его войско, смог победить Голиафа. Слушайте, неужели физически Бог пришел туда, и физически войско Израиля пришло туда? И Бог пришел со своим войском физически? Нет. Это надо было смотреть в духе. Послушайте, написано, что царь и весь Израиль с ним дрожали. Зубки их стучали, коленки их тоже стучали. Они дрожались. Они не понимали, как такое может быть. Как такое вообще пришло? Такое, знаете, испытание в их жизни, что пришел трехметровый Голиаф, который орет этим басом, этим голосом сатанинским. Дьявол через него. И он наводит ужас. И это было в течение сорока дней. Они открыли свое сердце, открыли свои уши, открыли свое внимание и концентрировались на Голиафе. Скажите, какая победа может быть после такого? Если ты концентрировался на том, что ты никто, что сейчас ты будешь его рабом, сейчас ты умрешь и так далее. И все войско, и царь, они вообще на Господе не концентрировались. Они его не видели. Они не взирали на него. Хотя вся история говорила, что они прошли через Красное море, как по суше. Больше километра была вода высотой, стены, водой. Больше километра. Просто представьте себе. Такие Бог чудеса творил в их народе. Спасал их. Ангелы заступали за них. Кидали камни с неба. Побивали войска чужие. И они так легко это забыли. И вот произошла их беда. Они концентрировались не на Боге, а на проблеме. Они концентрировались на проповеднике под названием Голиаф. Который просто загонял их в страх. Такой дикий страх. Просто представьте, что мужики, воины, которые специально тренировались, чтобы воевать, дрожали, как кузнечики. Как это может быть? Потому что у дьявола есть такое оружие под названием страх. Если ты начал слушать, если ты начал концентрироваться, как Ева, она стала внимательно смотреть на это дерево. Она раньше невнимательно смотрела, поэтому ничего не происходило. Ну сказал Бог не ешь, ну и не буду есть. Я не буду есть, оно мне неинтересно. А когда дьявол подошел и стал рекламировать это дерево. Понимаете, проблемы, они рекламируют себя. Они рассказывают тебе твою судьбу. Как ты закончишь, что у тебя будет. Поэтому никогда не слушай, что говорят проблемы, что говорят диагнозы, что говорят новости. Никогда. Слушай, что говорят небесные новости. Слушай, что говорит Слово Божье. Итак, они в течение сорока дней никто не смел выйти из народа израильского против Галиафа. Никто. Ни царь Саул, на котором было помазание, ни народ, ни воины. Никто. Они все дрожали. Они все дрожали. Они не знали, что делать. И приходит мальчишка. 16 лет. Просто представьте. Говорят, что Давиду где-то было 16 лет. Что его даже на войну еще не взяли. Не было 18 лет. Пришел. И так стал разговаривать с этой проблемой. Давайте прочитаем это. Первый царств 17.45. Давид сказал филистимлянину. Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком. Но я иду против тебя во имя Господа сил. Бога армии Израиля. Которым ты бросил вызов. Смотрите, как выходит Давид. Он не видит Галиафа большим. Он не видит его сильным. Он видит Бога сильным. Он видит войско его сильным. Он вдохновляется Богом. И он говорит, тебе пришел конец. Ты бросил вызов. Ты проиграл. И он начинает цитировать Слово Божье. Смотрите. 46 стих. Первый царств 17.46. Сегодня Господь отдаст тебя мне. И я сражу тебя. И отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимского войска небесным птицам. И земным зверем. И весь мир узнает, что есть Бог в Израиле. Должен кто-то подняться, кто будет знать своего Бога. А как ты можешь знать, если ты на него не взираешь, ты на него не смотришь. Нет у тебя фокуса. Что происходит, когда мы на что-то внимательно смотрим? То есть мы фокусируемся. Что происходит? Мы соприкасаемся с этим. Мы соприкасаемся. Мы можем соприкоснуться даже с какой-то вещью. И так сильно вас желать ее, захотеть ее. Мы можем соприкоснуться с каким-то человеком. Если мы посмотрим на него, еще раз посмотрим, еще раз посмотрим, будем разглядывать его. Мы соприкоснемся с ним. Мы захотим этого человека. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нужно быть внимательным. На что смотрят твои глаза? Все, 47 стих, кто собрался здесь, узнают, что Господь спасает ни мечом, ни копьем. Ведь эта битва, битва Господа. И Он отдаст всех вас в наши руки. Вот что цитировал Давид. Он видел Бога. Он видел Бога. Поэтому он был силен. Поэтому он никогда не боялся проблемы. Хотя был ее ниже. В десятки раз, в несколько раз он был ниже этой проблемы. Но из-за того, что Бог был в его жизни, он не боялся этой проблемы. Эта проблема была решена очень легко. Очень легко. 40 дней. Такая проблема. Просто представьте, ты один день не можешь выдержать. А тут 40 дней. Просто как бы, как жизнь как будто прошла. Все, они уже в них силы не стало. Они уже потеряли веру. Они уже никогда и не смотрели к Богу. Может, они молились, знаете как? О, Боже, помоги. Боже, если ты есть. Боже, если твоя воля есть. О, Боже, если тебе угодно. Знаете, вот с такими нюнями Бог вообще выключает. Говорит, выключите этот динамик. Я такое не хочу слушать. Это вообще не мои дети. Вот дети мои. Вот как молятся. Вот как Давид. Он вышел, смело заявил. Он пророчествовал. И что он пророчествовал? Он пророчествовал Слово Божье. Почему Давид был такой смелый? Почему он? Почему другие не смелые? А почему он смелый? Они сильнее его. Дядьки сильнее парня этого, мальчишки. Но почему у него веры больше? Почему у него храбрости больше? Потому что он смотрел на Бога. Он фокусировался на Боге. Как мы сегодня можем фокусироваться на Боге? Как? Ведь вы же скажете, он же невидимый. Слушайте, ну Слово Божье же видимо. Бог и Его Слово это одно и то же. Это одно и то же. Бог оставил нам Слово Божье. И Слово Божье руководит нами. Потому что для всех остальных и для самого Голиафа то, что говорил Давид, казалось чушью. Он говорит там, какой-то Бог поможет ему. Какое-то войско, которое там... Он смотрел на войско и смотрит, они все дрожат. У них эти, знаете, копья дрожат в руках. Если они не кинут, они промажут точно. А у Давида почему-то рука не тряслась. Знаете, он размотал камешек. Спокойненько так. Он на овцах натренировался. И прямо угодил. Кто-то сказал, что если бы даже у Давида вдруг соскочил камень туда, полетел. Бог все сделал бы, чтобы камень занял правильную траекторию полета. И достиг своей цели в пересечении большого великого лба Голиафа. И упал этот Голиаф лицом прямо на землю. И закрылся его рот, откуда шло проклятие. Итак, мы видим, Давид победил только благодаря тому, что он постоянно видел Господа. Постоянно видел Господа. Постоянно фокусировался на Нем. И когда ты фокусируешься, ты соприкасаешься. Поэтому, когда ты, верующий, не фокусируешься на Иисусе, на Отце, на Святом Духе, на духовном мире, ты не размышляешь о небесах. Конечно, то, что ты посеял, то ты и пожинаешь. Если ты посеял вплоть от плоти, пожнешь тление. Ты свое внимание на что-то другое потратил. Представь, Бог тебе дал внимание, чтобы ты внимательно смотрел на Него, изучал Его, наслаждался Им. А ты взял и на другое потратил. А потом приходишь к Богу с претензиями. Слушай, о каких претензиях может идти речь? Смотрите, что Иисус ответил. В Иоанна 5,19. На это Иисус ответил им так. Говорю вам истину. Сын ничего не может делать сам от себя, пока не увидит Отца делающим. То, что делает Отец, делает и Сын. Смотрите, Иисус говорит. Я ничего сам не делаю. Я смотрю в духовный мир, что делает мой Отец. Как надо сделать правильно. Отец показывает. Знаете, как суфлер бывает. Он тебе показывает, что-то там напоминает, говорит что-то. Знаете, кто помнит в школах раньше, когда стоишь перед доской, тебе нужно отвечать, и у тебя не бум-бум, ветер в голове. Совсем другие мысли. И тебе там из класса кто-то подсказывает, там что-то какие-то знаки показывает. Ты такой, о, окей, окей, все, хорошо. И отвечаешь. Знаете, это, конечно, немножко наивно и смешно. Но я вам скажу, что Иисус тоже мог бы что-то делать сам. Вы что думаете, Иисус ничего не мог делать сам? Он бы мог. Но, Он говорил, Сын ничего не может. То есть, Он не разрешал себе ничего делать. Он никакой самодеятельности не делал. Все, все чудеса, все, что мы видим, это все пришло из духовного мира. Иисус видел Отца Творящего. Если Он не видел Отца Творящего, люди оставались больными. Люди оставались проклятыми. Пришел в Капернаум и не мог там сотворить никакого чуда. Понимаете? Что Отец не мог там творить чудо. Иисус тоже. Некоторые там, знаете, получили от Иисуса. Фокус Иисуса Христа всегда был на Его Отце. Второе, почему служение Иисуса Христа было успешным. Потому что Он всегда свой фокус, свое внимание. Он никогда не смотрел проблему. Он не изучал корень проблемы. Он не изучал, насколько это большая проблема. Он изучал, насколько велик Его Отец. Насколько велик Бог. И тогда для Него все становилось мелочным. Любая проблема была пшиком. Просто Ему было легко все делать. Фокус Иисуса Христа всегда был на Его Отце. Поэтому в Его жизни мы не видим поражений, падений и провалов. Давайте мы прочитаем еще про Петра. Очень интересно. Матфея 14, 29. Он же сказал, когда Петр спросил Иисус, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Смотрите, 29 стих. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде. По-другому ты не можешь прийти к Иисусу. Потому что сейчас Иисус находится в такой сфере, в которую ты без веры войти не можешь. Ты не можешь. И поэтому Иисус был на воде. Чтобы те к Нему подойти, тебе тоже надо идти по воде. И Петр, он пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Это была цель Его. Чтобы подойти к Иисусу. Еще внимательнее разглядеть Его. Потому что то, что они вначале увидели, в их разуме только одно всплыло. Привидение. Бес. Демон. Понимаете? Ничто другое. И смотрите, что дальше 30 стих говорит. Но, видя сильный ветер, испугался. Иначе футопач закричал, Господи, спаси меня. Послушайте, когда он смотрел на Иисуса, он вышел из лодки. Фокусом его ничто другое не было. Он ни о чем другом не думал. Он думал только об Иисусе. Он смотрел на эту цель. И он шел к Нему. Он хотел Его встретить. Потому что такого Иисуса ночью он никогда еще не видел. Он не видел Иисуса еще в ночи. Там не было прожекторов. Там не было никакой луны. И там ничего не светило. Иисус был в темноте. Он на море стоял. Как это? Он не мог понять. Петр не мог понять, что Иисус делает ночью на море. Зачем это? И вот Петр, он настолько захвачен Иисусом. Настолько его взор только на нем. Что это? Он даже не заметил, как он пошел по воде. Он шел по воде точно так же, как шел Иисус. Написано в 30 стихе. Но видя сильный ветер. Вот. Он переключился в свой фокус. Он переключил на физический мир. Он переключил на проблемы. Он переключил другое. То есть, еще можно сказать, он переключил, с духа на разум перешел. Он стал анализировать, как это? Сильный ветер, сильные волны. Послушайте, это не было ровненько, как там картины рисуют. Не смотрите на эти картины. Петр вышел из воды, идет там, все, значит, чуть ли не по асфальту. Там написано, был сильный ветер. А что ветер делает? Он волны делает. А что волны делают? Они поднимаются. И когда волна поднимается, из виду исчезает Иисус. Вот просто представьте, он вышел, он смотрит Иисуса. Он спустился с лодки. Он чуть ниже стал. И представьте, он идет по воде, и вдруг волна разделила его, взор с Иисусом. Он должен был в духе продолжать смотреть, что за этой волной точно Иисус. Но он потерял из вида. И он теперь, знаете, вот как у нас глаза, да, мы можем даже такое упражнение делать. Вблизь, вдаль. Вблизь, вдаль. Вблизь, вдаль. Мы можем как бы зум такой делать. Знаете, у глаз есть такой зум. Он очень быстро работает. И он, знаете, смотрел на Иисуса, а потом раз, волна такая перед ним. И он такой раз, и на волну переключился. И сразу пошел, провалился, и начал утопать, и закричал к Иисусу. Вот как работает наш фокус. Как только мы переключаемся с Иисуса, со Слова Божьего, на физические обстоятельства, мы сразу погибаем. Не важно, что мы давно верующие. Это не дает нам права убирать свои глаза с Иисуса. Не дает нам никакого права. Пока Петр смотрел внимательно на Иисуса, он шел по воде. А когда он поменял объект своего фокуса, то сразу стал тонуть. И так, есть вещи, которые созидают нас, а есть вещи, которые разрушают. Есть источник жизни. Есть источник смерти. Вопрос, на чем мы концентрируемся. Есть вещи, от которых ты точно умрешь, если будешь смотреть. Точно умрешь. Есть вещи, от которых ты точно будешь жить. И тебе нужно выбрать. Если ты любишь себя, то ты должен полюбить и будущее свое, а не только настоящее. Всегда надо смотреть на Бога. На то, что Он говорит. То, что Слово Божие говорит. Вот что значит смотреть на Бога. Что тебе говорит Слово Божье? Ты должен знать, фокусироваться, изучать Писание. Не важно, проблема большая или маленькая. Я взираю на Господа, откуда приходит помощь моя, и стою на Его слове. Задача врага в том, чтобы мы вышли на сражение с врагом. Без Бога. Чтобы ты какую-то проблему начал решать без Бога. Самоуверенный, так как Он может предложить человеку, то есть дьявол, может предложить тебе то, что тебе понравится. И в этом врага ты не увидишь, но это будет враг. Это будет конь. Троянский. Тебе он понравится очень, но ты не знаешь, что это твоя смерть. Многим нравится. Многие не знают, обмануты. Они думают, что им это нравится, этот парень, эта девушка. Эта девушка в твоей жизни, чтобы убить твое призвание и будущее. Я видел, я одной девушке говорил, этот парень тебе не нужен. Ой, у нас любовь, морковь. Бросил же ее. Говорил, бросил ее. Сколько таких, сколько таких тысячи случаев. Тысячи. Один парень. Второй. Жди своего от Бога. И ты жди свою жену от Бога. Как только мы переводим свой взгляд с Иисуса на что-то другое, то нам не миновать падение. И ты из честного человека можешь стать преступником. И знаете, грех, он всегда, знаете, вот если сделал какой-то грех, соврал, нужно еще другой делать грех. Теперь выкручиваться, обманывать, историю придумывать какую-то. Зачем тебе такая жизнь? Зачем тебе жизнь полная таких, знаете, тайных, каких-то странных, сомнительных дел, грехов? Есть проблемы, в которые мы призываем Бога. Прямо активно. Бог, помоги! А когда приходят другие проблемы, мы говорим, да что это за проблемы, я сейчас сам решу. И ты не знаешь, что именно там спрятан убийца. Именно там ты вышел без Бога. Ты понадеялся. Я, давно верующий, все нормально, сейчас я решу эту проблему. Слушай, ты не концентрировался на Иисусе? Ты расслабился. И ты проиграл. Ты убит. Не надо обманываться. И большие, и маленькие брошенные вызовы. Нам необходимо решать вместе с Богом. Я должен видеть, я должен видеть всегда перед собой Господа. Я должен видеть Слово Божье. Что мне говорит Слово Божье? Тогда моя жизнь будет без поражений. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся. Слово Божье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!